Грандиозный мост Акаши-Кайкё в Японии. Самый высокий, самый длинный, самый дорогостоящий подвесной мост на планете. Он построен в таком месте, где мосты не строят, где бушуют тайфуны, и скорость ветра достигает 290 км в час. Такой ветер сносит с домов крыши и с корнем вырывает деревья. Мост проходит над одним из самых опасных и оживленных судоходных путей. Более того, он находится в центре сейсмически опасной зоны. Считалось, что построить такой мост нельзя. Суперсооружение. Самый длинный мост в мире. Мост Акаши с шестирядной проезжей частью соединяет оживленный город Кобе с островом Авадзи. Жители рыбацких поселков небольшого острова получили удобный доступ к больницам, школам и городам самого крупного острова японского архипелага. Это символ национальной гордости японцев, последней в серии мостов, соединяющих четыре острова. Это достижение инженерной мысли побило три мировых рекорда. Высота 280 метров делает его самым высоким подвесным мостом в мире. Каждый из его двух пилонов поднимается на высоту 80-этажного здания. Имея длину центрального пролета около 2000 метров, он является самым длинным подвесным мостом на планете. Он вдвое длиннее моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Это самый дорогостоящий мост. На его строительство затрачено 4,3 миллиарда долларов. Вода, над которой поднялся мост, стала кошмаром для его строителей. Бурный пролив Акаши шириной 4 километра разделяет острова Абадзи и Хансю. Его глубина 100 метров, а скорость течения 14 километров в час в хорошую погоду. Тайфуны с ветром до 290 километров в час – здесь обычное явление. Они сносят почти все на своем пути. Пролив – один из самых оживленных судовых путей Японии, главная артерия, соединяющая четыре острова. Ежедневно более тысячи кораблей проходят по этой оживленной водной трассе. С каждой весной приходит еще одна опасность. Пролив окутывает плотный туман. Здесь ежегодно тонут сотни кораблей. Власти несколько десятилетий говорили о строительстве моста через пролив Акаши, который соединил бы большие города крупнейшего острова Японии с рыбацкими поселками острова Абадзи. Но мечта начала осуществляться только после трагического происшествия. 11 мая 1955 года. Сто детей отправляются на экскурсию. Им предстоит 45-минутное путешествие на пароме через пролив. Когда паром отходит от берега, на оживленный судоходный путь опускается туман. Через 15 минут плавания из тумана внезапно появляется громадина встречного парома. Изменить курс поздно. Менее чем через 5 минут паром с детьми уходит под воду. Утонули 168 детей и взрослых. Эта трагедия повергла общество в шок. Люди требуют построить мост, что исключило бы возможность повторения таких ужасных трагедий. Инженер Макото Китагава, исполнительный директор управления по строительству мостов Хансю Сикоку. Он работал над первыми проектами моста. Эта катастрофа заставила правительство задуматься о необходимости строительства моста. Для выполнения этой сложнейшей задачи правительство Японии выбрало управление по строительству мостов Хансю Сикоку. Им предстояло сделать невозможное. Строительству предшествовали 30 лет исследований и создания новых технологий. Май 1988 года. Когда строительство началось, инженеры столкнулись с чрезвычайно сложной задачей. Впереди были 10 трудных лет испытаний, неудач, катастроф. Строительство самого большого в мире подвесного моста было грандиозным предприятием. Более 2 миллионов рабочих, миллиарды долларов, 181 тысяча тонн стали, миллион 400 тысяч кубометров бетона. Основание его опоры имеет высоту 20-этажного дома. Пилоны поднялись на высоту Эйфелевой башни, а его тросами можно 7 раз опоясать земной шар. Один из лучших в мире специалистов по строительству мостов и один из немногих иностранцев, работавших над этим проектом, Джин Купер, знает, с какими трудностями столкнулись японцы. Это суперпроект с привлечением высоких технологий. Схема подвесного моста проста. Два основных троса поддерживаются двумя опорами. Проезжая часть держится на этих тросах и ее концы закрепляются на противоположных берегах. Это старая испытанная конструкция, но у параметров подвесных мостов есть свои пределы. Это размеры моста Золотые ворота. Но мосту Акаши предстояло стать вдвое длиннее. Чтобы не рухнуть вниз, тросы и пролетные конструкции должны быть прочными и, по возможности, легкими. Чем мост длинней, тем он тяжелее. Подвесной мост должен выдерживать собственный вес, а также вес автомобилей. 91% нагрузки на конструкцию составляет вес самого моста Акаши и только 9% вес проходящего по нему транспорта. Май 1988 года. Первая проблема, с которой столкнулись японцы, где установить громадное основание, на которое встанет мост. Коварный пролив Акаши также добавил им головной боли. Самым подходящим местом была бы середина пролива. Но там ежедневно проходило большое количество кораблей. Поэтому основание моста пришлось расположить на расстоянии почти двух километров одного от другого. Благодаря этому мост Акаши стал самым длинным подвесным мостом в мире. Но была еще одна, более сложная задача. Обычно основание моста устанавливают посередине водной преграды. Цилиндрические секции заполняются бетоном и под своим весом уходят на дно. Постепенно основание поднимается со дна. Но глубина пролива Акаши 110 метров на такой глубине основание мостов еще не устанавливали. Более того, быстрое течение исключало обычный метод возведения оснований. Их бы просто снесло. Инженеры предложили новое рискованное решение построить на берегу два огромных стальных цилиндра, а затем отбуксировать их к месту установки и опустить на дно. Еще никто не пытался решить задачу такого масштаба. Март 1989 года. До начала возведения моста осталось 12 месяцев. В сухих доках на берегу пролива построены гигантские стальные цилиндры. Высота прочных стальных цилиндров 70, а ширина 80 метров. Все готово к их буксировке. Инженеры волнуются. Пока основания не установят, работу начинать нельзя. Риск велик. Одна ошибка и основание снесет течением. Все придется начинать сначала. Год работы пойдет на смарку. Субтитры создавал DimaTorzok в сейссене. Это была действительно неизвукла время. Но это одна из самых неизвукных времен на канале National Geographic. Година неизвукных Субтитры создавал DimaTorzok неизвукных Крем Ку-10 Плюс Нивеа Визаж завера новый, незвыкле скутечный систем противзмаршковый с комплексом Ку-10 который стимурует скору до walkи за смаршками. Дzięki тому редукует исцнеющее смаршки и запобега повставанию новых. То вidać. Выпробуй кремы Ку-10 плюс Нивеа Визаж с новой удосконаленой формулой. Святочная ofерта Mix Electronics Siemens CX-75 с колоровым выщветлачем вбудованием аппаратом Bluetooth oraz оттварзачем MP3 уже от złотовки. Mix Electronics sprzedаем за доволение. Хотелось бы иметь знову генсте и мощные волосы? Представимы новую линю Pantin Pro V Генсте и Мокне. Створенную для миллионов kobiet с ценкими волосами. Aminopro V комплекс вника we волосы. Взматривая ее от środка и справит, что выглядят до 35% генщей. Сейчас твои волосы снова генсте и мощные. Новая линя Pantin Pro V Генсте и мощные. Восы так мощные, что аж льсниют. Восы так программы с циклу Велкие Конструкции в среду о 22. Время Март 1989 года наступил важнейший этап работ по строительству самого длинного подвесного моста в мире. Два гигантских цилиндра основания готовятся буксировать к месту установки. Ошибаться было нельзя. Строители ждали благоприятного приливного течения. Один неверный шаг и огромные цилиндры могло унести в море. Весь проект оказался бы под угрозой. 26 марта 17 часов 30 минут 12 буксиров выводят из дока в пролив первую из двух громадных конструкций. Задача нелегкая. Цилиндр весит 15 тысяч тонн. Это вес 40 авиалайнеров. Береговая охрана следит за тем, как буксиры тянут плавучие небоскребы по оживленному судоходному пути. Это опасная работа. Никто не хочет повторения кораблекрушения. Чтобы доставить цилиндры к месту установки понадобилось 38 часов. Японцы столкнулись с первым серьезным испытанием. За несколько недель до того они подготовили на дне пролива площадки. Туда на глубину 60 метров требовалось установить эти гигантские стальные кольца основания огромного моста. Перед спуском на дно их было необходимо заполнить водой и установить с ювелирной точностью идеально ровно, чтобы проект не оказался под угрозой. Но они столкнулись со сложными условиями. Буксиры боролись с сильным течением, когда гигантские цилиндры опускали на дно. 32 насоса закачивали в них воду. В каждый цилиндр залили более 250 миллионов литров воды. Очень медленно их начали опускать. Прежде чем основания встали на дно, прошло 8 мучительных часов ожидания. Но строители еще не знали, насколько успешно выполнена задача. Инженеры приступили к расчетам, чтобы определить точность установки. Оказалось, что огромные металлические цилиндры лишь на 10 сантиметров отклонились от расчетного места установки и стояли совершенно ровно. Уникальный план удался. Но это было только начало. металлические цилиндры стали мощными основаниями моста, их нужно было заполнить бетоном. Но возникла проблема. Цилиндры заполнены водой. Если бетон заливать в воду, он растворится как аспирин в стакане с водой. Чтобы решить эту задачу, японцы должны были сделать такое, чего до них не делал никто. Создать супербетон, затвердевающий в воде. Японцам пришлось ломать голову над новым составом бетона. Новый бетон должен был вытеснить воду и укрепить основание. Сложнейшая операция началась. В основание залили 265 тысяч кубических метров бетона. Новый супербетон и установка оснований моста в проливе стали предметом гордости Макота Китагава. Работы в условиях моря стали новым шагом в развитии строительных технологий. Чтобы достигнуть этого этапа понадобилось 4 года. Только сейчас начались серьезные строительные работы. Июль 1989 началось возведение двух гигантских пилонов высотой почти Сейфелеву башню, которым предстояло принять на себя вес гигантских тросов из самого моста. Но кроме того, им предстояло выдерживать мощный натиск стихии. Япония находится в центре сейсмически опасной зоны. Страна расположена на 4-х тектонических пластах, столкновение которых вызывает разрушительные последствия. Примерно раз в 10 лет в Японии происходят сильнейшие землетрясения. Самое страшное было в 1923 году. Его сила составила 8,3 баллов по шкале Рихтера. Оно разрушило Токио. Погибли около 100 тысяч человек, 40 тысяч пропали без вести. Спустя 70 лет строители прекрасно понимали, что подобная катастрофа может случиться в любое время. За расчетное время службы моста 200 лет его будут регулярно испытывать на прочность мощные землетрясения. Строители также понимали, что землетрясения могли повредить и разрушить недостаточно эластичные бетонные опоры. Они решили, что их надо строить из металла, который мог выдерживать землетрясение силой до 8,5 баллов. Каждая опора возводилась из 90-160 тонных секций, которые устанавливались одна на другую, как гигантские строительные блоки. Поверхность каждой секции должна была быть идеально ровной. С ростом опор каждая неровность давала бы все больше о себе знать. Отклонись построенный пилон от вертикали на длину пальца, мост мог бы рухнуть. Опоры поднимались блок за блоком на 300-метровую высоту. Конструкцию было необходимо установить с идеальной точностью. Допустимое отклонение от вертикали составляло не более 2,5 сантиметров. Японские инженеры любят точность. К тому же на карту были поставлены их репутация и 4 миллиарда долларов. Они идеально отполировали поверхность громадных блоков. Качество всех элементов конструкции должно было быть безупречным, иначе не имело смысла строить пилоны. Настал момент истины. Огромные стальные блоки отправили к месту установки на бетонные основания. Большие плавучие краны двинулись со 160-тонными блоками в бурный пролив. Каждый пилон состоял из 90 таких блоков. Это была опасная работа. Когда они достигли середины пролива, оператор грузоподъемного крана начал устанавливать 160-тонные блоки на место. Когда блок занимал свое место, кран поднимался на другой уровень и продолжал работу. На соединение элементов опор ушло 700 тысяч болтов. Пилоны 18 месяцев поднимались на высоту в 283 метра. Конструкция моста Акаши Валли окружает воображение. Установив последний блок, японские инженеры проверяют соответствие пилонов расчетным нормам. Отклонение от строго вертикального положения составило несколько сантиметров. Это было выдающимся достижением инженерного искусства. Японцы праздновали победу. Второй этап был завершен. Построены две 283 метровые стальные опоры, достаточно прочные, чтобы нести вес тяжелых тросов и мостового полотна, и достаточно эластичные, чтобы противостоять ураганным ветрам и землетрясениям, которых так боятся в этой части планеты. Но как их испытать? очень просто. Нужно, чтобы несколько десятков человек попытались раскачать вершины опор. Как ни странно, но пилоны построены так, что они должны двигаться из стороны в сторону. Эта эластичность помогает мосту выдерживать натиск стихии. Однако настоящим испытанием может быть только настоящее стихийное бедствие. На половину построенный мост и более 4 миллиардов долларов легко могли стать жертвой стихии. Мост становится по-настоящему прочным только после установки тросов и пролетных конструкций. Нужно было спешить, землетрясение могло привести к беде. Строители старались как можно быстрее закончить свою работу. В ноябре 1993 года строители приступили к важнейшему этапу созданию главного троса диаметром более метра. Ему предстояло нести конструкцию моста весом 160 тысяч тонн, что втрое больше веса Титаника. Тросы несут на себе основную нагрузку вес моста и проходящего по нему транспорта с людьми. Общая длина тросов моста составила 300 тысяч километров. Этого достаточно, чтобы более семь раз опоясать землю. Каждый из двух главных тросов сделан из 37 тысяч стальных проволок. Вес такого троса один из факторов, ограничивающих длину подвесного моста. С увеличением длины моста становится подвесного моста Андея, ограничивающих длину подвесного моста. С увеличением длины мост становится все тяжелее и в конце концов может рухнуть под собственной тяжестью. Для троса, которому предстояло протянуться на два километра между пилонами, японцы создали проволоку вдвое прочнее обычной. Вместо двух стало возможным использовать один трос. Сначала японцы создали новый застывающий в воде бетон, а теперь сверхпрочную стальную проволоку. Проволока такой чрезвычайной прочности впервые использовалась для создания троса. Такую суперпрочную проволоку делают только в Японии. Японцы изменили состав стали, добавили различные сплавы и силикон и создали проволоку небывалой прочности. Одна 5-миллиметровая проволока может выдержать вес пяти семейных автомобилей. Мост держит 37 тысяч таких проволок. Изготовление основных тросов было еще одной важной задачей. Такого еще не делал никто. Сначала 127 5-миллиметровых проволок собирали в прядь. Трос состоит из 290 таких прядей или из 37 тысяч проволок. Длина готового троса более 4-х километров. Но изготовление троса было не самой сложной задачей. Японцам предстояло протянуть огромный трос между опорами над оживленным судоходным путем на расстоянии 4 километра. 10 ноября 10 ноября 10 ноября 3-го 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 тихое утро дует легкий ветерок условия идеальные. Воздух готов подняться вертолет с прочным кевларовым канатом чтобы доставить его на вершины пилонов. Похоже на вдевание нитки в иголку с помощью винтокрылой машины. Работа для опытного пилота его действия должны быть безупречно точными. Канат необходимо протянуть от пилона к пилону на расстоянии 2-х километров над мрачными водами пролива Акаши. 8 часов 30 минут вертолет взлетает с берега острова Хонсю. Все напряженно смотрят как он поднимается на высоту 290 метров. На первом пилоне строители ждут когда с вертолета им опустят конец каната. Это ответственный момент для пилота. Работа очень опасная. пилота поднимается на первом месте. Пока конец каната закрепляют, пилот должен удерживать вертолет на одном месте. Проходят 10 томительных минут, пока канат закрепляют на первой опоре. Впереди двухкилометровый полет с канатом над проливом. Второй опоры вертолет достигает через 27 минут. Там его ждут специалисты, готовые принять канат. И на этот раз все проходит безукоризненно. Через 84 минуты рискованного полета вертолет благополучно приземляется. пилот продемонстрировал высокое мастерство и железные нервы. К всеобщему облегчению задачи успешно выполнены. Направляющий канат переброшен. Осталось сделать то же самое с основным тросом. Что случится, когда мишпанда захочет твою куртку? Незвыклы Незвыклые крылья только на канале Нашинал Джо График. Федер Баллик. Не Грунт в не Он еще на х Хорошо. Это новый system Брауна Пауэр Комп Вы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Sprawdź świąteczną promocję dwa razy tak-tak, a teraz super pomysł na prezent. Starter tylko za 9 zł. Wybierz tak-taka na święta. Starter tylko za 9 zł. Starter tylko za 9 zł. Starter tylko za 9 zł. Rozpoczęła się przed milionami lat. Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Ale dopiero co się zaczęło? Każda rzecz wykształciła się, by odgrywać ogromnie ważną rolę. Wyścig, żeby poznać tajemniczy kod. Cała ta praca musiała być wykonana. Wyjaśnić i zrozumieć istnienie. Nie zrobiła tego jedna osoba. Kontrowersyjna historia. Gdzie jest miejsce dla Boga? Które jest kluczem do poznania życia. Ewolucja. W czwartek o 18. Nick Middleton wraca na ekrany. Tym razem w jeszcze bardziej ekstremalnych sytuacjach. Zmieniam to wszystko. Człowiek, który całym umysłem, ciałem i duszą przemierza najniebezpieczniejsze obszary na naszej planecie. Tym razem idzie śladami legendarnego i jedwabnego szlaku. Szczół naprawdę niewiarygodne. Cztery niezwykłe przygody w czterech różnych miejscach. Niebezpieczne podróże Nicka Middletona. W sobotę o 20. Dekabry 1993 roku. Mieczta jiteli Kobbe i Abadzi postepenna превraślała się w realność. Moczne osnovania wysoty w 60 metrów nadężno zakrępliły na dnie proliva Akaży. Na nich stoją dwa gigantyczne, podniawszych się na 283 metrów, pylona. Teraz japonkim строителям predstojało izgotowić i podniać na pylony osnovne trossy. Moczne. 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 Теперь японцам предстояло построить над проливом проезжую часть с шестью рядами движения, длиною 4 километра. Это была крайне важная и сложная часть проекта. Серьезные опасения вызывали непредсказуемые силы природы. Мостовое полотно буквально висит на тросах и удерживается в стабильном положении благодаря собственному весу. Одна ошибка в расчетах, и порыв ветра перевернул бы эту платформу, как детскую игрушку. Последствия были бы катастрофическими. Ветер – главный противник строителей подвесных мостов. В истории было немало случаев, когда коварный ветер застегал строителей врасплох и приносил много бед. Самый известный случай произошел в Америке. С такомским мостом в 1940 году. Инженер Гарольд Бош – специалист по аэродинамике мостов. Мост открылся для движения 1 июля 1940 года, и 7 ноября того же года обрушился. Почти каждый день своей недолгой жизни раскачивался на ветру в вертикальном направлении. Это никого не встревожило. Такие явления встречаются довольно часто, и, казалось, мосту ничего не угрожает. Сильный ветер еще не испытывал этот мост на прочность. Но колебательное волнообразное движение продолжалось до определенного момента. 7 ноября 1940 года. Скорость ветра достигает 68 километров в час. Мост начинает вертикально раскачиваться. Утром колебания моста становятся торсионными. Сильный ветер вызвал вибрацию моста. Скорость ветра была постоянной, но колебания моста усиливалась. Это явление называется флаттер. Его последствия катастрофичны. 11 часов 10 минут. Через 2 часа после первых порывов ветра конструкция начинает разрушаться. Мост разваливается на части. Разрушение Токомского моста стало сигналом, обращавшим внимание инженеров на чувствительность больших конструкций, особенно мостов, даже к слабому ветру. Инженеры моста Акаши Кайкё не могли позволить, чтобы его постигла такая же судьба. Это одна из крупнейших в мире аэродинамических труб, построенные для испытаний больших 40-метровых масштабных моделей. Мост Акаши вдвое больше Токомского, и ему предстоит выдерживать напор более сильного ветра, чем тот, что разрушил мост в Токоме. Проектируя этот подвесной мост, нужно было учитывать особенности этих мест. Тайфуны, ураганы, торнадо, шквальный ветер. Конструкторы три года искали идеальную аэродинамическую форму. Мостовое полотно должно было удерживать собственный вес и вес проходящего по нему транспорта, и быть достаточно тонким, чтобы ветер его обтекал. Инженеры знали, что их конструкции придется выдерживать натиск с самого сильного ветра на Земле. Пролив Акаши находится в зоне частых тайфунов. Тайфуны – это чудовищные силы, штормы и ураганы, вроде тех, что обрушиваются на побережье Северной Америки. Шквальный ветер, который приходит с тайфуном, достигает скорости 290 км в час. Он переворачивает машины, вырывает с корнями деревья, уничтожает все на своем пути, включая здания. Японцы до сих пор помнят разрушительный тайфун Нэнси, который бесчинствовал в этих местах в 1961 году. Тогда погибло 202 человека, были уничтожены 15 тысяч домов, 70 тысяч человек остались без крови. Конструкторы понимали, что рано или поздно стихия обрушит свою мощь на мост Акаши. Чтобы ослабить воздействие ветра, инженеры предложили уникальное решение. Полотно моста из тысяч стальных балок. Балки треугольного сечения являются самыми прочными. Для большей прочности использовали вертикальную стабилизационную конструкцию, проходящую вдоль всего моста. Она похожа на киль самолета, расположенный под мостовым полотном. Когда дует ветер, стабилизатор выравнивает давление над проезжей частью и под ней, и уменьшает вибрацию, которая разрушила Токомский мост. Посередине проезжей части и по ее краям установили арматурную решетку. Благодаря этому давление ветра на мостовое полотно уменьшается. Январь 1995 года. Через семь лет после начала строительства наступила его последняя стадия – укладка мостового полотна. До окончания этого этапа конструкция была довольно уязвимой. Мостостроители называют этот этап временными условиями. В таком состоянии мост может быть легко поврежден возможным землетрясением. Почти все обрушения мостов случались во время их строительства. Японцы старались как можно быстрее установить мостовое полотно и закончить работу. Но тут едва не случилось самое страшное. 17 января. 5 часов 46 минут. В городе Кобе происходит землетрясение. Это было самое мощное землетрясение с 1923 года. Его сила составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Оно уничтожило город. Большинство жителей Кобе спало. Когда началось землетрясение, на реке Азукато, работавший в консультативном транспортном центре был дома. Когда это случилось, было еще темно. Мы все спали. Четверть шестого раздался ужасный грохот, и все затряслось. Это было одно из самых сильных землетрясений в истории Японии. В течение нескольких минут рухнули 100 тысяч зданий. Пострадали 40 тысяч человек. Более 6 тысяч погибли. Я был потрясен, когда узнал, что погибло столько людей. Было повреждено и разрушено много домов и мостов. Были разрушены автострады и железные дороги. После землетрясения всюду была разбросана мебель. Все было сломано. Когда я вышел на улицу и огляделся, то увидел, как над Кобе поднимается черный дым. Разрушения были такие большие, что о мосте все забыли. Жители Кобы спасали свою жизнь и имущество. Эпицентр находился в 20 километрах от Кобы и лишь в 4 от моста Акаши. Мостовое полотно еще не установили и конструкция была крайне уязвима. В 435 километрах от Кобы в Токио один из проектировщиков моста Хараказу Акаши с ужасом смотрел выпуск новостей, где говорилось о страшных разрушениях. Мы знали, что строительство моста и его опор не было завершено, поэтому не могли сказать, в каком состоянии находился мост. Строители с облегчением обнаружили, что огромная конструкция уцелела. Первоначальный осмотр подтвердил отсутствие каких-либо повреждений. Основания, пилоны и тросы моста были на месте. Через несколько дней мост осмотрели более тщательно. Для осмотра оснований применили дистанционно управляемые подводные аппараты. Первое обследование поверхности дна подтвердило, что все было в порядке. Но затем камеры обнаружили серьезные последствия бедствия. Строители пришли в ужас. Между опорами моста образовался разлом поверхности дна. Макота Китагава одним из первых услышал эту новость. Через два дня после землетрясения нам сообщили невероятную новость. Прямая линия, соединявшая четыре основания, перестала быть прямой. Результаты осмотра были крайне тревожными. Основание и пилон у острова Абвадзи сместились более чем на метр. Землетрясение увеличило длину моста на целый метр. И это было настоящим ударом для строителей моста. Они начали беспокоиться, что не уложатся в срок. Я боялся, что в работе может произойти большая задержка. но строителям повезло. Парадоксально, но несмотря на их худшие опасения, мост устоял только потому, что был построен частично. Если бы было установлено мостовое полотно, повреждения оказались бы значительными. Стальные опоры устояли благодаря своей эластичной конструкции и специальной защите против землетрясений. В каждой из двух опор установлены по 20 больших демпферов, которые помогают им выдерживать воздействие ветра и землетрясения. Эти гигантские маятники могут двигаться в любом направлении. Когда землетрясение толкает мост в одну сторону, маятники отклоняют его в противоположную. Это единственный мост в мире, выдержавший такой сильный удар во время сооружения. Февраль 1995 года. Через месяц после землетрясения строители с нетерпением ждали возможности возобновить работу. Но перед ними стояли вопросы, требовавшие срочных решений. Как удлинить мост на метр, если они несколько лет рассчитывали проект до миллиметра? Задача была очень сложная. Проектировщикам пришлось снова вставать за чертежные доски. 30 лет кропотливых исследований и испытаний могли пойти на смарку. Строители не могли просто так добавить метр. Дополнительная длина сказалась бы не только на проезжей части. Мы должны были изменить проект в соответствии с изменением профилей и местоположения оснований. Группа инженеров-проектировщиков пыталась спасти важнейший проект. Был только один путь. Огромный разлом на дне пролива увеличило расстояние между пилонами на 91 сантиметр и приподнял два соединявших их троса. Расчеты показали, что необходимо сделать две вещи. Во-первых, увеличить расстояние между элементами подвески, соединявшими основные тросы с мостовым полотном, а затем удлинить балки мостового полотна. Было решено изменить длину балок. Подрядчику пришлось спешно вносить изменения в проект. Японцам пришлось удлинять мост согласно новым расчетам. Самому длинному мосту в мире предстояло стать еще длиннее. Это был день как каждый другой. До времени аж 1000 тонн бетону завалило на головы обслуги и гости. 33 офиары смертельные, 17 osób увинязионых под грузами через 3 годы. Что споводовало заваление с 6-пятрового будинка в ciąгу 1 минуты. Туше перед tragedей в Грузах. Дзюй о 21 на канале National Geographic. Абонс 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Before you came, my time was running low Now you're here Now I know just where I'm going Going above and beyond It's the Marriott Way Now I know just where I'm going После 7 лет титанических усилий работы по возведению самого длинного подвесного моста в мире остановились в результате мощного землетрясения Инженеры искали практический способ удлинить мост Наконец решение было найдено Нужно было удлинить на метр мостовое полотно Настолько же увеличивалось расстояние между элементами подвески, которые его поддерживали Строительство задержалось только на месяц Июнь 1995 года Начался решающий этап строительства моста Акаши-Кайкё Сто-тонные стальные секции мостового полотна, каждая размером с теннисный корт были доставлены на место установки самыми большими в мире плавучими кранами способными поднимать груз в 4000 тонн Тщательная сборка 290 секций проезжей части заняла 15 месяцев 18 сентября 1996 года устанавливается последняя секция 5 апреля 1998 года Торжественное открытие моста Для японцев это предмет национальной гордости А для жителей Авадзи и Кобе еще и безопасный путь между островами, о котором они давно мечтали Развитие туризма и бизнеса, возможность быстро добраться до больницы стали реальностью Для таких создателей моста, как Макота Китагава, это было главное дело жизни День открытия моста был самым счастливым днем в моей жизни Если паром пересекал пролив за 40 минут то по мосту его можно было преодолеть за 5 минут В сутки по мосту проезжают 23 тысячи автомобилей Хотя расчетный срок службы моста 200 лет он требует внимания всех 7 дней в неделю Из центра управления наблюдают за всеми аспектами его эксплуатации С помощью спутниковых систем следят за всеми изменениями гигантского сооружения Чтобы избежать коррозии стальных тросов подвесная конструкция, которая поддерживает мост оснащена системой кондиционирования Специальные устройства следят за малейшими отклонениями мостового полотна Со времени ввода моста в эксплуатацию он закрывался лишь 3 раза из-за погодных катаклизмов Это уникальный мост Но скоро он может лишиться звания самого длинного моста За несколько континентов от этих мест Итальянцы собираются построить еще более длинный мост соединяющий Сицилию с материком Длина Мессинского моста должна составить 3,3 км По нему пройдут шестирядная проезжая часть и двухколейная железная дорога Но даже Мессинский мост может быть вскоре превзойден Благодаря новым технологиям станет возможным строительство мостов которые протянутся на немыслимые расстояния Новые тросы из углеродных волокон устранят проблему веса Скоро можно будет строить мосты в 10 раз длиннее моста Акаши 50-километровые гиганты могут связать Англию с Францией Испанию с Африкой Но пока мост Акаши-Кайкё остается самым длинным в мире Три десятилетия подготовки 10 лет строительства и 4 миллиарда 300 миллионов долларов сделали невозможное явью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok